Приветствую вас, любители вкусного и интересного. Рад видеть на канале Доброслав 13. И сегодня у нас тема баночек, бутылочек, вкусных, интересных и необычных напитков. На дворе у нас 8 марта. А что любят все девчонки? Правильно, сливочные, кремовые ликеры. И самым таким классическим представителем данного класса является ликер Белес. Сейчас ценник на него в магазине, ну, не то что неприличный, а вообще какой-то запредельный. Если стал там полторы тысячи за бутылку, ну, это что-то совсем-совсем уже много. Поэтому ищем интересные варианты, адаптируем наши домашние рецепты в поисках интересных, вкусных аналогов заменителей Белеса. Я за последнее время перепробовал несколько вариаций. Два варианта мне понравились, но непосредственно в лоб я их не сравнивал. И сегодня в ролике хочу сделать два варианта. Один такой вот попроще вариант, так скажем, бюджетный вариант. И второй вариант, так скажем, на богатом, на более таком дорогом уровне. Сравним, попробуем и выскажу свое мнение. А вы сможете выбрать тот рецепт, который понравится вам и повторить его, сделать в ближайшие дни. Благо этот ликер не требует какого-то очень-очень длительного приготовления. Буквально сегодня сделали, а завтра уже пьем. Ну а если очень спешим, можно с утра сделать, а уже к вечерку и переходить к его употреблению. Ну что ж, погнали! По интернету гуляет достаточно много разных рецептов. И все они, наверное, в 95% случаев базируются на сгущенном молоке. Делать готовить я буду в банке. Сразу предупреждаю вас, берите банку существенно большего объема, чем делаете вы напиток. Иначе есть все шансы изгадить кухню и не порадовать свою любимую женщину, а доставить ей неприятности по уборке помещения, которое вы, соответственно, украстьте данным ликером. Берем большую банку. Сгущенное молоко. Берем то, которое нравится вам и которое, с вашей точки зрения, самое-самое вкусное. Дальше. Ванильный сахар. В многих рецептах идет ванилин. Ванилин мне не нравится. Я предпочитаю ванильный сахар. Отправляем сюда же к сгущенке. Так как этот рецепт, так скажем, из бюджетной серии, из простой серии, из максимально доступной серии, то здесь используется кофе растворимый. Все граммовки, все раскладки, каждая из версий указана в описании ролика, ничего не пропустите, ничего не упустите. И вот здесь в этой версии идут сливки жирностью 33%. Я пробовал варианты и на 10% сливках, и на 33%. Да, на 33% повкуснее, но если вы как бы экономите, делаете совсем по бюджету, можете использовать здесь и 10-11% сливки. Я беру 33%, они у меня сейчас в наличии имеются. И теперь пока не вливаем алкогольную основу, а алкогольной основой у меня здесь является домашняя сортировка крепостью 40%, обычная сахарная, разведенная до 40%. Вы же, если своего продукта не имеете, можете взять магазинную водочку, никаких сложностей, проблем с этим нет. Итак, основа наша. Сливки, сгущенное молоко, ванильный сахар и, соответственно, растворимый кофе. Дальше. Можно, конечно же, это взбивать венчиком в какой-то емкости, либо там обычным самопростеньким блендером, либо тем же самым простым блендером, но вот погружным с ножкой. Главное, чтобы... Опа! Вот это засада. А, вот, прошла. Потому что я знаю, делал, вроде в банку входила нога, умещалась, а сейчас отказывается это делать. Помещаем, подключаем. И на небольших оборотах, то есть турбированный режим не надо включать, доводим все это дело до однородного состояния. Сливки жирные, сливок много, и будет образовываться достаточно большое количество пены. На данном этапе цвет, не знаю, на камере видно, нет. То есть сразу меняется на такой прям сильно насыщенно кремовый, уходящий в кофе с молоком цвет. И бьем дальше до полностью однородного состояния. Готово! В принципе, все растворилось, все нормально, все хорошо. И в этот момент продолжаем взбивать, и тонкой стройкой добавляем нашу алкогольную основу. Ну что ж, собственно, готово. Ну и переходим к второй версии. Версия, так скажем, богатая. Здесь основа, та же самая сгущенка, вторая половина банки. Ванильный сахар, то же самое отправляем сюда. Третий ингредиент, это яичный желток. Если боитесь каких-то пакостей на пакости от яичных желтков, то можете взять в магазин и купить. Сейчас продаются пастеризованные, то есть полностью обработанные, как бы безопасные. Либо, если берете яйца, то, чтобы себя максимально обезопасить, во-первых, нужно качественно вымыть яйца, либо какими-то спецрастворами, либо, самый простой и надежный способ, яйцо внутри является всегда стерильным. Всякая гадость, которая есть потенциальная, находится на поверхность. На 30 секунд закиньте в кипящую воду. За это время с яйцом, особенно с желтком, ничего абсолютно не происходит. Но на поверхности, вся гадость, если какая-то имеется, она, соответственно, будет уничтожена. Все, и желтки отправляем, соответственно, к сгущенке и сахару ванильному. Также беру блендер и начинаю пробивать до однородного состояния. Если в версии 1 мы все ингредиенты соединяли сразу, то здесь, во второй версии, рекомендуется именно поэтапно взбивать. Сначала сгущенку, сахар и желтки до однородного состояния. Ну, это буквально там вот 10-15 секунд. Дальше. Я сварил крепкий-крепкий кофе. Кофе эспрессо. Максимально крепкий. Отправляю его сюда, к нашей основе. Кстати, я еще экспериментировал. Хороший вариант, если вы занимаетесь домашними настойками, можно вместо кофе взять кофейного ликера. Точно такое же количество. И вливаю сливки. Здесь сливки используются 10-11%. Так называемые питьевые сливки. То есть не жирные 33%, как у нас было в первой версии. И теперь пробиваем опять до однородного состояния. Алкоголь будем вводить на последнем этапе. Все. Размешал. Все однородно. И теперь также тонкой струйкой вливаем, постоянно перемешивая, алкогольную основу. За алкогольную основу я здесь буду брать самый простой, дешевый, обычный вискарик. То есть это не что-то там такое сверхвыдержанное, а просто, но именно с хорошим ароматом виски. Нам здесь уж такой богатый-богатый какой-то вкус не нужен. Нам нужна здесь алкогольная основа и аромат виски. Что и бывает в настоящем оригинальном, соответственно, Бейльсе. Погнали! И еще контрольный раз. Собственно, все готово. Ну, как вы заметили уже, да, данный вариант получается менее насыщенный по цвету. Все-таки вот кофе молотый, он более яркую такую кофейную составляющую дает. Вот теперь я рекомендую и тот, и тот вариант профильтровать просто там через мелкое-мелкое сито, либо там через пару слоев марли. Вдруг где-то что-то как-то попало у вас, лишним профильтровать здесь явно не будет. Именно вот через такое вот что-то грубое. Либо это мелкое сито, либо это марли от возможности попадания сюда мелких каких-то частичек. После этого оставляем отдохнуть в холодильнике, ну, хотя бы часа на 3-4. Но лучше на сутки. Напитку стабилизироваться, чтобы вкусы выровнялись, сравнялись, стали более однородными и гармоничными. И храним, соответственно, данные напитки в холодильнике. Ну что ж, для вас пройдет секунда, а для меня, я думаю, сутки. И встретимся с вами на дегустации, попробую и сравню в лоб. Чуть-чуть затяналась у меня финальная дегустация, и ликер отстоял у меня дня 4 или 5. Оно, наверное, к лучшему. Как бы, чем напиток дольше стоит, в разумных пределах, конечно же, тем он лучше и интереснее становится. Все-таки время на стабилизацию нужно обязательно. Смотрите, друзья мои, как выглядят рюмки. Давайте попробую подставить белый лист. Не знаю, насколько на фоне белого листа светлый напиток будет смотреться. Но вот чисто визуально, как я сейчас своими глазами смотрю на две эти рюмки, в левой руке, то есть это справа от вас, более кремовый, более насыщенный, более темный цвет. В правой моей руке слева от вас, менее такой кремовый цвет, но очень-очень приятный. То есть, как будто кофе с молоком, но посильнее разбавили. Это напиток у меня, версия на самогоне и с растворимым кофе. Данная версия у меня, это версия, так скажем, богатая, с самым простым дешманским вискариком. Здесь у меня сливки 33%, здесь сливки 11%. Первое, ароматика. Сливочная, слегка-слегка в отдалении кофейная, легкая-легкая такая кондитерка какая-то пробивается. Вот ее задает здесь ванильный сахар. Легкая-легкая уже вот самым-самым последним шлейфом сладость появляется в аромате. Это что такое? Легкая, кондитерская, сливочная и с какими-то пряными, слегка кофейными нотками. Хотя вот я вот сейчас вот третий, четвертый, пятый раз нюхаю, и мне кажется, я кофе озвучил лишь из-за того, что я знаю, что оно здесь есть. Чем дальше я принюхиваюсь, тем меньше каких-то ноток кофейных я могу уловить. Очень приятный такой вот смачный аромат, вызывающий аппетит. Десертный аромат, я бы сказал. И второй вариант. Да, алкогольная основа в ароматике не вылезает никоим образом. Очень похожая ароматика. Сливочная, кондитерская, очень приятная. И вот здесь вот, не знаю почему, у меня в аромате какая-то вот такая, как ириска сливочная пробивается. Конфетка тоже очень-очень приятный аромат. По ароматике я бы не выделил какой-либо из этих двух вариантов. По густоте не снял, но ничего страшного. Вариант со сливками 33%, а более густой получился, нежели чем на 11% сливках. Оно в принципе логично и понятно. Пробую. За вас, друзья, любители вкусного и интересного. Очень приятное ощущение такого вот шелковистого и кремового напитка. Очень прям приятно. Заходит нежненько, сливочно, конфетно. И где-то в послевкусии уже появляется алкогольная нота. Как будто, знаете, какую-нибудь такую хорошую-хорошую, приятную конфетку съели, в которой, соответственно, есть что-то такое алкогольное. Очень приятно, очень хорошо. Но алкоголь прям вот в послевкусии ощущается. Непонятно какой. Но сразу становится понятно, что это не просто какой-то такой вот легенький-легенький десертик, а алкоголь здесь есть. Хотя в аромате он не вылазит. Да и во вкусе именно вылазит не алкоголем, а вот легким обжигающим эффектом. Хотя, может быть, это эффекта первой рюмки. Второй экземпляр. За вас, друзья, милых дам. Хочу поздравить с наступающим праздником 8 марта. Пожелать вам всего-всего самого доброго, светлого и замечательного. Чтобы не только 8 марта, но и за дня в день ваши близкие радовали вас и приносили вам позитивное настроение. За вас, дорогие. На вкус отличия гораздо ярче ощущается. Очень сливочно, очень кремово. Здесь во вкусе гораздо более ощутимые кофейные ноты. Вроде ты пьешь что-то такое сливочное, нежное, обволакивающее, потом раскрывается кондитерка и приятно ощутимая кофейная нотка, уходящая в алкоголь. И вот здесь алкогольная нота играет совсем по-другому. Хотя, в принципе, в обоих версиях плюс-минус мы получаем одну крепость, но здесь гораздо более мягко, гораздо более нежно и существенно меньше ощущается присутствие алкоголя. И вот сейчас я по небу начал катать этот ликер. И вот, да, такие вот какие-то вискарные выдержанного напитка нотки проявляются. Причем, вот казалось бы, 30 миллилитров всего у меня было кофе, да, и он очень ярко сыграл. Я думал, растворимый будет более ярким, а вот сравнивая вживую, получается совсем не так. Нет, здесь алкоголь прям ощутим, гораздо более ярко ощутим. Хотя это чистый, хороший, свой домашний продукт, без каких-то посторонних запахов, но он ощущается более как-то серьезно, что ли. А здесь более мягко, более нежно. Какой вывод можно сделать? Употребляя по отдельности, и тот, и тот напиток, конечно же, вас порадует и будет приятным для вас. Он вкусен, он сливочный, он кондитерский. Бейлис ли это? Ну, я не знаю, я, честно сказать, Бейлис уже несколько лет не пробовал, но это, можно сказать, что очень приятный сливочный десертный ликер. Огромному количеству девчонок, женщин прекрасных, такие версии понравятся. Версия на вискарике, все-таки моя точка зрения, и с вареным кофе более вкусная и более интересная. Здесь более мягкая, более нежная. Вот, собственно, так. Каждый из вариантов можно сделать, и он вкусен по-своему. Не было бы вот этой рюмки, я бы сидел сейчас, нахваливал этот вариант, и говорил, что он прям бомбалэя. Ну, а, здесь еще у меня были желтки. Может, желтки таким образом хорошо смягчают алкогольную основу. Вполне себе, я думаю, что можно попробовать сделать первую версию, соответственно, с помощью смогона или водки. Можно сделать вторую версию с помощью вискарика. Каждая из них будет по-своему хороша. Посмотрите, вот здесь вот на стенках рюмки, сколько такой вот густой основы остается. Эта версия, здесь уже практически все стекло. Более такая она легкая, более мягкая. В плане вот густоты. Стекает гораздо-гораздо быстрее, оставляя минимум следов. Ну, и, конечно же, с таким ликерчиком можно сделать очень хорошие коктейли. Разные, интересные, вкусные, необычные. Это, ну, очень-очень частый вариант использования именно ликеров. Классика B52, кофейный ликер. Я уже делал, не так давно вам показывал, причем там было 4 версии. Каждый на свой вкус может выбрать понравившуюся ему версию кофейного ликера. Ссылку оставлю на этот ролик в описании. Сливочный ликер, Бейлис и его аналоги. И остается сделать приплсек, домашний, крепкий, хороший апельсиновый ликер. И можно уже полную версию домашнего варианта B52 собрать. Если кто знает, хорошие домашние варианты Куантра, аналогов Куантра, то есть триплсеков, напишите в комментариях или в какой-нибудь соцсети в личку мне. Интересно, я вот этой темой еще плотно не занимался. И мне было бы интересно сделать свой Куантра и показать вам из трех своих ликеров B52. И это было бы, мне кажется, очень-очень здорово. Еще раз за вас, друзья. Всего вам самого доброго и хорошего. Пришла весна и, надеюсь, принесла вам позитивное настроение. Вкусняшка. Нет, я вот однозначно выбираю версию. Ну, вы, собственно, видите по количеству выпитого на дегустации, какая версия мне понравилась больше. Ну, вот здесь прям ароматика тоже шикарная. До скорых новых встреч. Пока-пока.